У областных палац творчества детей и молодых собрались инициативные и активные ребята из всех регионов Украины, а также из соседней Бранской области. Усяго у селеднего форума приняли удел около 200 человек. Членов клуба ЮНЕСКО широко витают со сцены и ждут пленой работы на протяжении двух дней. Это добрая махчимость обменяться идеями и думками, закласти основу для новых социально-значных проектов. Так как январь месяц – это переходный месяц от года молодежи, от года 70-летия ООН ЮНЕСКО, года культуры, то, естественно, программа «Зимний университет» таким образом и поставлена. Ребята будут не только обмениваться опытом, не только весело проводить время, но еще учиться и учить других. Практичная программа форума распроцовывалась с уликом пропанов каждой команды. Кто-то проводил тренинг по теме «молодежная журналистика», некто выучил дипломаты, инши знакомились с питаниями глобальной биоэтики. Господары форума у дельники клуба «ЮНЕСКО ДРУЖБА» обрали тему межкультурной коммуникации, а минавито проблем, которые возникают помеж суразмовцами в ходе гуторки, способом их вырошить и зарабить взносины текавыми и взаимальными. Представили гомельшане и еще один социально-значный проект, который реализуется в регионе. «Хомолуденс» у нас есть такой проект, это настольные игры для молодых людей с ограниченными возможностями. Наш клуб раз в месяц мы стараемся звать из ассоциации семей детей-инвалидов молодых ребят и детей маленьких и проводим с ними игры, играем с ними, также в тренингах участвуем. На думку организаторов, подобные сустречи на початку года добрая махчимость суместно вызнашить задачи на будущую. Зразумело, что великая колькость инициатив примиркована до года культуры, причем само понятие культура вызнашается у широким сенсе. Это не только проекты, накерованные на выучение и захование культурных традиций. Идеи членов клуба «ЮНЕСКО» различены так само на повышение культуры поводенов в громадстве и культуры семейных относинов. Дмитрий Котов, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель».